Что такое таргетинг и как это работает? От английского target – мишень. Это комплекс методов, с помощью которого сегментируют пользователей. Технология сужает охват компании и доносит оффер узкой целевой аудитории. Маркетологи получают больший эффект при меньшем бюджете. Разберем, для чего нужен и как работает таргетинг в современном интернет-бизнесе. Виды таргетинга. Первое. Контекстный таргетинг. Происходит на основе поисковых запросов. Человек уже ищет то, что вы хотите предложить и воспринимает рекламный блок, как бесплатный совет. Здесь учитываются два дополнительных фактора – географический и временной. Например, нет смысла запускать рекламу на всю Россию для продвижения локального бизнеса. Разместившись в своем регионе, настроив показы на целевые часы, вы оптимизируете цену клика и получите более высокий CTR. Второе. Прямой таргетинг. Это нацеливание контента на нужную аудиторию. Хорошо работают профессиональные термины, жарганизмы, сокращения и так далее. Например, станок с ЧПУ токарный – дешево. Так вы отсекаете случайных посетителей и завоевываете доверие клиентов, говоря с ними на одном языке. Третье. При поведенческом таргетинге вы формируете список объявлений на основе активности человека в сети, а потом показываете ему их. Например, вы искали информацию о турах на Мальту и дистанционном образовании со скидкой, после чего вы можете увидеть в рекламных блоках такое – январские туры на Мальту, высшее образование, не выходя из дома, или даже поступление в ВУЗы Мальты дистанционно. Такие объявления демонстрируются еще долго после активности в сети и на разных площадках. Четвертое. Социально-демографический таргетинг. Возраст, пол и прочие подобные характеристики выявить тяжелее, чем интересы и желания, понятные по сетевой активности. Но проблема ушла с появлением социальных сетей, основа которых – личные аккаунты. Сколько персональных данных вы подарили маркетологам, регистрируя страницу в Facebook или ВКонтакте? Собственно, в социальных медиа такой вид продвижения применяется чаще всего. Маркетолог запускает рекламу на основе списка групп, раздела интереса и так далее. Практики будущего. Разобрав понятие таргетинга, пофантазируем, куда он приведет в будущем. Например, австралийская Relevance Now – пионер нового вида интернет-рекламы, психографического таргетинга. Компания предлагает анализ по психотипу на базе социальных аккаунтов и блогов. Есть вопросы насчет моральной составляющей метода и его эффективности, но время покажет. Инструмент уже начинают внедрять в социальных медиа. Следующий тренд – предиктивный таргетинг. Предиктивные компании пытаются спрогнозировать действия и желания клиента в будущем. Возможно ли это? Время рассудит. На этом пост видеоблога LPGenerator окончен. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши другие видеоматериалы. Высоких вам конверсий и всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!